Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Дефляция в России может начаться уже во второй половине июля и продолжится до сентября. При этом снижение цен может быть более значимым, чем в предыдущие годы. Обычно дефляция в России приходится на август и сентябрь, как раз в сезон урожая. В этом году дефляция может быть даже более ярко выражена из-за обратного эффекта от санкций. Последний раз месячная дефляция в России была зафиксирована в августе 2011 года, когда цены снизились на 0,2%. В Минфине считают, что инфляция по итогам года может быть порядка 10,5%. Ну, как в той старой песенке. Подождем. Центробанк считает, что инфляция в 4% достижима в среднесрочной перспективе. Ожидается, что этот результат будет достигнут к 2017 году. Между тем, источники в Центробанке заявляют, что регулятор пока не видит оснований менять политику по таргетированию инфляции. По последним данным Росстата, за неделю с 13 по 18 мая индекс потребительских цен составил 0,1%, с начала мая – 0,2%, с начала года – 8,2%. В Крыму подсчитали, что до половины туристов, приезжающих отдыхать на полуостров, отправляются в Ялту. Остальные регионы Крыма страдают от подобной диспропорции. Чтобы переломить ситуацию и сделать города и курорты Крыма узнаваемыми в глазах туристов, необходим комплекс мероприятий. В качестве регуляторной меры могут применяться бесплатные карты для приезжих, которые с 1 июня будут доступны для туристов на заправочных станциях Крыма. Возвращается советская страсть отдыхать в Крыму. А что, Севастополь с удовольствием посетил бы в третий раз. А сегодня это все. Хороших выходных!